Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа профессора Риско-Университета Страдания Сергей Круг. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Да, я вот вижу, если я не ошибаюсь, такая замечательная заставка у тебя вот за спиной, это, по-моему, здание Академии наук, да? Да, и реформатская церковь. Да, именно. Ну вот, может быть, церковь это сейчас не очень актуально, хотя это всегда актуально, но что касается Академии наук, сразу вот приходят на память события последних дней или недели, когда целый ряд экспертов публично, это такое, на мой, я даже не припомню нечто подобного, отказались от дальнейшего сотрудничества с правительством, группа академических экспертов, потом медики сказали, что все, нас больше не слушают, и, в общем, даже заявили о какой-то преступной халатности правительства. Вот что это? Это просто действительно пандемия всех довела, и никто точно не знает, что делать? Или все-таки это действительно, что называется, ошибка в коммуникации? Медики и эксперты требуют от правительства принятия каких-то медицинских обоснованных решений, а правительство говорит, ну, мы по-любому же политики, мы же принимаем не медицинские решения, мы принимаем политические. И здесь вот такое произошло, вот такое столкновение, скажем так, позиций. Ну, здесь не только медицинские аспекты, но и политические тоже есть. Да, конечно, да. Я потом расскажу, но дело в том, что это не ошибка коммуникации, это культура латышской политической коммуникации, потому что эта фраза, ой, ошибка коммуникации, она звучит уже в свое время несоздания, по-моему, этого Второй Республики с 90-х годов, и была такая хорошая политическая программа о коммуникации, публичного управления с населением. В 2006 году этот политический документ был принят. Ну, так вот, там все эти проблемы и расписаны, и про ошибки коммуникации. Если бы этот документ был принят во внимание в 2006 году, то за 15 лет многие проблемы не разрешились бы. Проблема в том, что в латышской политической коммуникации нет обратной связи, они никого не хотят слушать. И политическое решение – окей, но давайте тогда определение, что такое политика. Политика – это признание разнообразия мнений и поиск компромиссов. То есть вот вам академическая среда предоставляет одно мне, причем это не собственное мнение, мы же базируемся на каких-то выкладке у нас, теоретически они основаны на эмпирическом материале. То есть у нас эти данные есть, мы с вами делимся. Вот и принимайте во внимание одно из таких мнений. Да, ну вот говоря действительно о коммуникации или некоммуникации, у меня такое ощущение есть, что политики или делают вид, что народ не понимает, или боятся признать, что есть какие-то вещи, которые, видимо, они не в состоянии провести. Ну, к примеру, мы же знаем, что медики требовали на последнем этапе ввести нечто вроде локдауна. Ну, то есть все сидят по домам, ну я так утрил, но общий смысл понятен. Никто никуда не двигается, экономика замораживается на 2-3 недели, чтобы таким вот образом уменьшить поток госпитализированных. Я так понимаю, что это самое страшное и неприятное во всей этой ситуации. Ну и, видимо, никто из министров, включая премьера, боятся сказать, что, ребята, мы это все понимаем, что, наверное, эта мера уже при 2200, сколько там заболевших в сутки, это мера единственная, правильная и возможная, но у нас нет реальных возможностей это реализовать. Ну вот как мы это проконтролируем? У нас нет такого количества, не знаю, полицейских, замысаргов, военных. То есть мы не сможем это обеспечить и финансово не подтянем. Поэтому будем резать там хвост по кусочкам и говорить, ну вот видите, ну мы там запретили заходить в эти магазины, в эти магазины уже, по-моему, все запутались, какие магазины кому можно и кому нельзя. Ну что тут сказать? Ну видимость деятельности создается, потому что нет коммуникации со специалистами в том числе, поэтому принимаются такие непонятные решения. И это же не относится только к ковиду. Я думаю, вот правительство так привыкло работать, что оно штампует какие-то законы, законы, создают видимость работы, население не протестует против этого, но вот что в вопросах у нас говорят, а зачем протестовать, можно всегда найти закон, что вышло, куда повернешь, туда и вышло, и всегда проще на месте разрешить эту ситуацию, игнорируя то, что делает правительство. До сих пор это прокатывало. И я вот думал как раз, что серая экономика у нас пропорционально настолько высока, именно потому что правительство не воспринимается как помощник в бизнесе, который создает правительство, имея в виду условия, мониторинг проводит постоянно и создает условия благоприятные для работы нашего бизнеса. Поэтому бизнес наш, то, что мы смотрим по опросам, тоже особенно и не доверяет правительству, ничего особенного и не требует, все равно от них, как от козла молока. И поэтому в теневой экономике, в серой экономике мы уж как-то свои проблемы разрешим. А вот когда пришла беда, то оказывается правительство и не способно принимать работающие решения. То, что написать там левой рукой план национального развития 2021-2027 год, который даже официальный переводчик на английский язык перевести не может, так, как в тексте написано, можете сравнить сами. Это одно дело, потому что план национального развития – это никому не нужная бумажка. А вот здесь уже серьезные дела, где действительно от ваших решений что-то зависит, но нет такого опыта, нет способностей, что что делать. У нас довольно большая деградация гражданской службы. Вот в чем дело, что там работают люди, может, они что-то знают и умеют, но там так в системе это организовано, что ни от кого ничего не зависит. И они там общаются только слайдами PowerPoint-презентации, и дальше за слайдом они контексты не хотят видеть. Ну, есть еще, мне кажется, не знаю, может, со мной не согласишься, но есть же еще такие, скажем, внешние сигналы, если так можно сказать. Ну, вот, к примеру, правительство говорит одной рукой, если так можно сказать, все вакцинируйтесь, да, и, наверное, в этом есть, не наверное, точно есть своя логика, свой здравый смысл, надо вакцинироваться. И они говорят, вот видите, мы пример показали, мы там в первых рядах все вакцинировались, все как один, все министры вакцинировались. И вот 95 депутатов из 100 тоже вакцинировались, говорят депутаты Сейма, и тут же депутаты Рижской Думы говорят, ну, у нас тоже практически 99,9 все вакцинированы. И прямо в разгар вот этой вот пандемии сообщают, вы знаете, а мы все ушли на удаленку на всякий случай. Ну, спрашивается, а зачем? Как раз вы, наоборот, должны показать пример, что те, кто вакцинировался, могут возвращаться постепенно к нормальной жизни. Вот мне даже с точки зрения коммуникации и логики такое ощущение, что кто-то решил работать, вот, не знаю, в пользу вот этих антивактеров, таких воинствующих. Да, они говорят, ну, вот видите, они сами признают ничего, это не действует, вот они уже спрятались по домам. Вот что-то, мне кажется, здесь еще даже вот с точки зрения коммуникации неправильно, или я ошибаюсь? Ну, коммуникации-то там вообще нет. Коммуникация происходит посредством депеш агентства Лето, они туда отсылают свои пресс-релизы, а потом журналисты перепечатывают то, что Лето написали. И нет этой эмоциональной коммуникации, нет желания разговаривать вот с отдельно взятым человеком, потому что, смотрите, речь-то идет всегда об обществе, народе, но ни общества, ни народа нет. Есть разные люди, которых мы можем, которых мы можем как-то объединить условно в какие-то группы похожих практик, поэтому нужно разговаривать не с обществом, а вот с конкретной группой. И этот призыв, что все должны прививаться, он не должен быть направлен на все общество, а нужно смотреть где-то потенциально, такие группы, которые потенциально прививаются, у которых нет, возможно, сейчас времени или физической возможности им нужно помочь. Есть группы, которые говорят определенно, что мы не будем этого делать. Может быть, на время оставить их в покое, не дразнить и где-то между строк найти другие тактики. Вот я сейчас могу просто подцитировать данные нашего опроса в сентябре проведенного. Вот ровно месяц прошел актуальность этих данных. И вот месяц назад 47% говорят, что они привились. И интересная цифра – 13%, которые еще нет, но, скорее всего, готовят. Вот на них нужно было работать. Поэтому, я думаю, те, кто сейчас выстроился в очереди, это как раз вот эта группа, которая как-то собираетесь. Именно вот эти 37% плюс-минус, да. Да, поэтому вот нужно было организовать им помощь. Ну, есть ли у нас вот машина, как в советское время, флюорография два раза в год разъезжала по селам и деревням, есть ли такая сейчас возможность или нет? И далее продолжаю вот об опросе прошлого месяца. То есть данные на приблизительно месяц, три недели, четыре недели назад. Скорее всего, не буду прививаться. 18% – ну, здесь люди уже сомневаются. Надо смотреть, в чем сомнение работать с этой группой. Ну, и 16% – вот, наверное, это те, которые там со Шлессерсом и Гобзенсом выходят. Вот 16%. Ну, я думаю, эта цифра ведь для коллективного иммунитета не имеет, но может их как-то не дразнить, оставить в покое, искать какие-то практики. Но в любом случае не стучать кулаком по столу, а разговаривать с теми, кто сомневается, кто ждет какой-то помощи, толчка к этой акции. И еще одна большая группа, нет ответа, сложно сказать, 6%. Вот тоже нужно разобраться, почему эти люди еще колеблются. То есть здесь необходима разная тактика коммуникации. Ну, вот как бы есть сторонники правительства, ну, или по крайней мере люди, которые сочувствуют правительству, действительно, возможно, им сейчас не позавидуешь, ситуация действительно экстраординарная. Они говорят, ну, вы понимаете, ну, это же действительно пандемия, никто не ожидал, ни у кого такого опыта действия в кризисной ситуации нету, вы слишком много хотите от правительства, они сами растерялись, тем более там 4 коалиционных партии, плюс там это пятая группа непонятная Закатистова, ну, что же вы хотите, вот это искусство возможного, вот они там пытаются тыкается туда, тыкается сюда. Вот что здесь можно сказать? Действительно ведь, ну, мы не переживали такой ситуации, наше поколение, по крайней мере. Ну, такие берите, в помощь вам эксперты, в помощь вам опросы, исследования, журналисты, но у нас же нет и обратной связи, мы тут посчитали и в прошлом году, и в этом году, в этом году провели, правда, только пока еще анализ интернет-порталов, 4 у нас интернет-портала, ЛСМ, Дельфи, Яунс, ЛВ и ТВН, так там тоже нет обратной связи, чуть получше ситуация в ЛСМ, но не настолько хороша, поэтому не могут там прозвучать ни экспертное мнение, ни то, что называется частный личный опыт. Нет же передач, скажем, в репортажах, или в прошлом году, когда мы это анализировали, тоже не было таких материалов, из которых могли бы узнать, а как вот семьи справляются с обучением на удаленке, как с работой на удаленке. Ну, сейчас уже что-то появилось, да, в последнее время, я смотрю. Очень мало тоже, да, есть тенденция, но очень слабая. Так что обратной связи тоже нет, если вы правительство считаете, что ситуация такая уж действительно сложная, ну, включайте обратную связь, но ее нет. Поэтому все эти отговорки, что сложная ситуация, у нас нет опыта, они не принимаются, потому что они не ищут другого опыта, они не ищут других мнений, и они все сами с помощью Powerpoint презентации хотят разрулить ситуацию. Да, ну, вот еще тоже интересно, я понимаю, что там чрезвычайная ситуация, но когда мы все время слышим, ведь еще, по-моему, да, с октября, да, ну, с октября прошлого года, с ноября, все госуправление фактически ушло на удаленку. Да, я понимаю, что там чиновники, зарплата у них не меняется, они сидят дома в комфорте, в тепле, правда, при этом они нам говорят, видите, ну, мы экономим топливо, экологическая ситуация улучшается. Но мне кажется, что это еще больше способствует такого отрыва от реальности, потому что нет у тебя больше связи с обществом, ну, ты сидишь дома, как ты правильно заметил в этом понте, что ты делаешь, какие-то бумаги подписываешь в электронном виде, но вот связи с реальными людьми, с реальными семьями нет. Ну, ее и не было, опять же, посмотрим план национального развития, там же он не базируется на данных эмпирических исследований, они что-то говорят, а у них нет цифры, нет никаких исследований, которые это подтверждали бы. А то, что они там в качестве подтверждения используют, ну, это непонятно, каким образом они эти данные получили, и что они значат, то есть они даже эти данные интерпретировать не умеют. Сейчас я как бы голословно говорю, но все это в одной статье расписал, проанализировал, можно это прочитать, в интернете тоже найти. Но не было этого обратной связи ни до того, ни сейчас, поэтому, да, они смотрят на ситуацию, и что мы видим тоже по данным опроса, достаточно сильно отличаются данные, в том числе и по прививкам, общественный сектор, государственный сектор и частный сектор. То есть государственный сектор, он же действительно не получал в зарплатах, то, что мы исследовали в прошлом году тоже данные, больше всего пострадал частный сектор, даже не пенсионеры и живущие на пособиях, потому что их пособия сократили во время финансово-экономического кризиса восьмого-десятого года, да, они там пострадали, а сейчас пострадал именно частный бизнес, и это по данным очень сильно видно. И публичный сектор, а госсектор у нас, да, коммуникации нет, с частным сектором, поэтому они просто не знают, они считают, что булки растут на деревьях. Ну вот представитель госканцелярии сказал, что вот вообще зарплаты, он сказал, в госуправлении неконкурентоспособны по сравнению с частным сектором. Ну я там посмотрел цифры официальные, я бы этого не сказал, по-моему, сейчас уже наоборот ситуация, в госуправлении с учетом там всяких разных денежных доплат, бонусов и так далее, зарплаты выше, я не думаю, что это самая главная проблема нашей страны на данном этапе. Опять же, вернемся к несчастному плану национального развития. Они нам должны еще доплатить и вернуть эти деньги, которые в виде зарплат выплачены, хотя бы за те грамматические ошибки, которые они там допустили в своем тексте. Да, ну вот о грамматических ошибках, ну что мы хотим, если в пятницу решение принималось, ну на моей памяти, впервые, я там давно в журналистике, впервые, когда на слух принималось решение, то есть депутатам, депутатам, министрам не раздали вот это постановление Кабинета министров о чрезвычайной ситуации, но не успели, и в результате шеф госканцелярии зачитывал абзацы на слух, и так вот принималось решение. Ну, это что-то уже из разряда времен, не знаю, 30-х годов, 20-х, когда и прошлого века. Нет, ну если человек умный, то и на слух воспримет информацию, проблем никаких нет, но видите, без PowerPoint презентации уже сложно, но тоже не могут применить эти решения. Дело не в том, что на слух, дело в том, на основе каких эмпирических данных это делается, и во имя чего, где причинно-следственные связи. Вот проблема плана национального развития в том, что там нет причинно-следственных связей, что вот мы констатируем, проблема такая, пути решения такие, результат будет таков. В таких категориях они не размышляют. Нет, но зато есть вот три инструмента, как я понимаю, если я не прав, может не поправить, есть три инструмента, при помощи которых правительство действует вот уже эти полтора года. Ну, первый, вроде бы, это кажется логичной, вот эта информация, не знаю, реклама, по поводу вакцинации, а второй или третий, два классических приема, кнут и пряник. Ну, с пряником как-то у нас не очень, но вот, видимо, решили, что постсоветское общество больше воспринимает, или лучше воспринимает, или эффективнее это кнут. Ну, я имею, туда не пускать, туда не пускать, штрафовать, не выдавать, увольнять. Ну, вот, с одной стороны, может быть, действительно, есть какая-то категория людей, которая только чувствуя, вот, угрозу своему, не знаю, кошельку или своему благосостоянию пойдет и привьется. Я понимаю, что есть такая категория, не будем отрицать, но, с другой стороны, может быть, действительно, больше мотивировать с помощью пряника, да, вот, ну, сейчас есть попытки, там, пенсионерам 20 евро на электричество доплатить, но как-то это выглядит тоже не очень эффективно. Ну, я же говорю об этом все время, что нет у нас общества, нет у нас народа. Как такового, да? Как такового. Есть разные группы, у них разная конфигурация условий, у них разная психика, разный темперамент. Темперамент рожден, он не меняется, у них разные внешние условия, и в этой среде они делают какие-то выводы о своем поведении. Какие эти среды разные, у нас правительство никогда не интересовалось, поэтому мы адаптируемся сами в серой экономике, так как работает, так как это функционирует, мы сами, значит, принимаем такие решения, невзирая на то, что правительство думает. И в этой ситуации, ну, вот эти данные наши вопросы показывают, что здесь, ну, по крайней мере, есть одна группа, те, которые отдали под козырек и все сделали, и уже вовремя привились, есть группа, которая колеблется вот с ними, и нужно было бы работать. И ни кнут, ни пряник здесь такими выражениями еще больше можно раздразить народ. То есть Затлар здесь еще тоже медвежью услугу сделала своей фразой. Но она и показывает то, что только ломать через колено, что не умеют и не хотят понять вот те причины, они есть, и для человека они пустят со стороны выглядеть неправильно, коряво, но для человека это является причиной, поэтому нужно работать не со следствием. А с реальной причиной, это как с детьми, когда детей воспитываешь, ведь почему ребенок плачет, чем недоволен, это же еще нужно узнать, это же здесь не существует прямой связи, вот последние действия и слезы. В этих слезах выражается что-то еще накопленное, обиды из недалекого прошлого, и с этим нужно бы разобраться, а не бороться с вот этой, казалось бы, очевидной причиной, которая непосредственно предшествует эмоциональной реакции. Так что вот нужно было выделить и понять, кто эти люди, колеблющиеся, и работать с ними. Возможно, им необходима просто какая-то материальная помощь, скажем, они не умеют время организовать, и это тоже веская причина, что человек просто не умеет жить по какому-то плану, запланировать прививку на такой-то час. Даже и такое бывает, да. И такое бывает. И нужно как-то помочь, если правительство это выдвинуло к какой-то цели. Ну, а те, кто кнут, те 16%, которые говорят, что определенно не собираются прививаться, но ими кнут еще, тоже не поможет. Они на зло еще будут хуже делать. И то, что вот по данным тоже очень красиво видно, есть такая группа, и этот фактор достаточно заметен и важен для людей, для их отношения к прививке. Это политическое восприятие вопроса. То есть, если они отвечают на утверждение, соглашаются с утверждением, что это не политическая афера, что это не афера фармацевтических компаний, тогда они более воспривинчивые к этой информации, и они идут и делают прививку. То есть, информация должна быть не только научно о ковиде, о вакцинах, но и как-то прозрачно показывать, как принимаются решения, как тратятся деньги. Ну, вот тот факт, что, да, эксперты даже отказывались от работы, это только усугубляет это отношение. Значит, да, там что-то, вот мы подозреваем правительство, в каких-то грязных делах. Да. Вот еще один такой топик, как раз к тому тезису, которого ты говоришь, с которым нельзя не согласиться, что нет вот такого народа, как массы, есть разные группы населения со своими интересами, и своим, для Латвии, тоже одна из особенностей, с языком. Вот, если быть объективным, я не могу сказать, что правительство совершенно не хочет, ну, или исполнительная власть, общаться во время пандемии с русскоязычными на их родном языке, все-таки худо-бедно есть информация и в государственных порталах, появилось все-таки, даже проводится, насколько они там их смотрят, это может быть другая тема, даже есть приглашение экспертов, медиков, которые специально для русскоязычных, ну, то есть, что-то происходит, вот, на мой взгляд, нельзя сказать, что ничего не делается, да, недостаточно, и найдены ли правильные слова именно для русскоязычных, исходя из того, что ты действительно сказал, что вот есть темперамент, ну, есть особенности, что бы мы там не говорили, понятно, что мы все живем в Латвии, там, перенимаем друг у друга те или иные какие-то особенности, там, характера и поведения, но есть особенности. Ну, вот, тоже по данным опросу смотрю, и, кстати, это вопрос, который касается частной жизни и здоровья, и здесь человек будет искать информацию вне зависимости от того, доверяет правительство или нет, потому что это касается уже его здоровья, и любопытно показывают, что российские порталы, в том числе, мы там упомянули и спутники, и Балтньюз, те, кто, для кого, вот, первичным источником такой актуальной информации являются эти российские порталы, у них понимание ковида более научное, скажем так, Как это ни странно, да, может показаться, да? Да, и вот как раз российские средства массовой информации, они в этом смысле способствуют правильному, научному пониманию проблемы, а то, что с русскими русский язык, ну, понимаете, эта коммуникация должна происходить, ну, на пяти языках, я имею в виду, язык для ярых непрививателей, язык, отдельный язык для тех, кто все понимает, отдельный язык для тех, кто колеблется, и мы это показали, в таком филологическом смысле, да, я понял. Да, да, и мы это показали, кстати, уже и в прошлом году, когда, тоже странно, правительство заказало у нас исследование, мы его сделали, сдали, и нигде не видим, никто нас никуда не позвал проконсультироваться, спросить, что вот там та циферка значит, и как бы могли бы эти данные сейчас практически применить в практических наших решениях, и мы там уже показали, что реакция на первую волну ковида, тот опрос проводился в сентябре прошлого года, несмотря на то, что в средствах массовой информации все выглядело очень красиво, и даже пример выразился, что вот нация создается, теперь такое сращение народа с государством, опрос показал, что далеко не было этого, просто мы в средствах массовой информации государственных не видели, это разное восприятие, разное понимание локдауна, и там, по крайней мере, нужно выделить три разные группы, и я думаю, вот смотрю сейчас по данным этого вопроса, уже по вакцинации, это как-то накладывается друг на друга, тоже эти три группы сохраняются, одна группа, которая все понимает, все принимает, сами все делают, им подсказка, и какой-то специальный толчок не нужен, это что у нас? Высшее образование, хорошие доходы, но очевидно, эти люди еще умеют и справиться со своими эмоциональными проблемами. Судя по всему, да. Государственная коммуникация, она происходит только с этими людьми, потому что то, что они там пишут, можно понять только, ну, даже человек с высшим образованием не всегда понимает, но ладно. Вторая группа – запуганные люди, но очевидно, у них высокий уровень невротизма, они трудно справляются с кризисными ситуациями и со стрессом, там нет каких-то социально-демографических корреляций, показателей определенных, очевидно, это, да, действительно, уже личностные какие-то психологические проблемы. Ну и с этим надо работать, да. С ними нужно работать, а что у нас в государственной медиа, они пугают только, они и так запуганы, потому что у них очень высокий уровень стресса, их еще больше пугает. Здесь, значит, другая тактика коммуникации. И третья группа, которые с ковидом не сталкивались, у них мало друзей, знакомых, они такие, да, действительно эгоисты, они мало интересуются происходящим вокруг них. И поэтому они вот в прошлом году отвечали на вопрос, но условно говоря, а что, собственно, случилось? То есть, это третья группа, которая, очевидно, требует эмпатии, большего понимания, в том числе и их проблем. Но они не готовы проявить эмпатию к другим и делать что-то к тому, что правительство решило, что так будет правильно. Им нужно все это объяснить и на ложечке все это подать. Может быть, я в какой-то степени сейчас задам такой, не знаю, наивный вопрос, но ведь когда мы говорим, вот ты упоминал, что господин Каринич говорил о сплочении и сращивании общества и государства, народа и государства, но ведь на самом деле для того, чтобы это произошло, я не очень в это верю, такую возможность, но для того, чтобы это хотя бы была предпосылка, надо как-то показать, что хотя бы перед лицом всеобщей угрозы, ну буквально будем говорить военным языком настоящей такой войны с этим коронавирусом, надо, чтобы как-то хотя бы элита показала видимость единства, ну я не знаю, кто это должен сделать, президент мог попытаться, не знаю, собрать все силы, представленные хотя бы в парламенте, не деля там на оппозицию, коалицию, там и так далее, не знаю, подписать какую-то декларацию, меморандумы, разработать совместные действия, то есть, ну в этой ситуации, когда война, ну к примеру, да, ну может быть не стоит вот начинать вот опять-таки там оппозиция, коалиция, вот этих принимаем, вот этих выслушиваем, каждый представляет какую-то часть общества, и наверное кто-то должен хотя бы вот на этот год, на полтора, каким-то образом, политическую элиту, насколько это возможно, хотя бы видимо сплотить, или это наивные вопросы, наивные желания? Ну вот там ответ был уже в твоей формулировке вопроса, каждый из политиков, там оппозиционная партия, оппозиционная элита, представляет определенную часть какое-то население, нет части населения, есть одно, сплоченное общество, а если кто не сплочен, то мы вас... Сплотим, да. Сплотим, да, через колено сломаем, вот в этом, по-моему, кроется ответ на этот вопрос, то, что у них представление о том, что идеальное общество, оно сплочено, и оно было когда-то таким, латышское, этническое, монокультурное, моноязычное, и вот таким оно только может существовать. То, что сейчас есть различия во взглядах и мнениях, это плохо, поэтому нужно ломать, не нужно выслушивать, а нужно уничтожать ересть. Вот так у нас выглядит культура политической коммуникации, готов об этом отдельно разговаривать. Да, хотя и если брать вот первую республику, но там тоже не было такого единства и сплочения, где там оно было? Я извиняюсь. Не, ну поэтому было, потом был умонис, диктатура. Есть такая социолог Ева Затти, она в Америке сейчас живет, профессор, она исследовала вот весь этот концепции латышского национализма с конца XIX века до сих пор, и в том числе и вот эти политические взгляды оппозиции, не оппозиции, а эмиграции латышской в Америке, на границе, и она показала, что латышский национализм, он не политический, он культурный, в том плане, что навязав одну культуру, создав гомогенное общество, у нас будет стабильность и процветание, что значит политика, политика это признание того, что люди разные, существуют разные интересы, и политики должны искать компромиссы, политика это поиск компромиссов, а в латышском национализме, Эва Затти об этом пишет, вот этот принцип не прижился, поэтому вот ломать через колено, навязать свой взгляд и неумение признать, что люди разные, но это ведь не работает, ну вот по крайней мере, в стране Европейского Союза, тогда нужна другая форма, ну не знаю, но они до сих пор еще как-то слепо этому верят и идут этим путем, то есть ломать через колено, вот это единственная практика политическая, печально, ну вот есть еще один момент, он конечно больше такой политический, хотя тоже заслуживает отдельного исследования, вот прошлое лето показало, что правительство беззаботно отдыхало, видя маленькие цифры заболеваемости, думали, ну все, вирус нас покинул, казалось бы, мы видим, что потом произошло прошлой осенью, должны были быть сделаны выводы, сейчас, судя по всему, 4 месяца было у правительства, минимум для того, чтобы подготовиться к очередной, теперь уже третьей волне пандемии, и сейчас мы слышим эти крики, Минздрава ай-яй-яй, койка мест не хватает, и министр финансов удивленный, говорит, подождите, мы вам выделили давеча 8,6 миллионов, где эти деньги, где эти койки, они говорят, ну койки-то еще мы найдем, но вот где медиков найти, и как-то это все странно, но 4 месяца было, на что вы надеялись, ребята? Ну, я думаю, это вопрос действительно очень важный и сложный, и хотелось бы посмотреть причины, каковы такого поведения, и, ну да, мы говорим о том, что о деградации гражданской службы, и ведь, ну, все эти решения принимаются не, он подписывает, скажем, руководитель какого-то отдела или министр, а ведь все это бурление происходит в департаментах на уровне гражданских чиновников, вот как организована их работа, с кем они встречаются, где они берут какую-то информацию, как они ее обрабатывают, как они ее понимают, ну то, что, да, то, что пауэрпоинтами, презентациями не обмениваются, это понятно, но вот откуда там возникает вот это новое мнение, понимание ситуации, на основе чего, в консультации с кем, кто эти люди, которые там работают, что у них за образование, какая квалификация, то есть если мы хотим не просто задавать риторические вопросы и получать эмоциональный ответ, мы должны вот, да, констатировать, проблема, да, это гражданская служба, которая не умеет даже план национального развития написать и перевести его на английский язык, то есть смотрим, как организована их работа, какова рекрутация, я не думаю, что там вопрос тоже в зарплате, ну сократи их количество и увеличь зарплаты, там видно тоже по этому же плану национального развития какие-то когнитивные особенности, неспособность обрабатывать информацию, выслушать чье-то мнение, кто не является авторитетом, начальственным, скажем, экспертом, просто знаток ситуации, вот это любопытно было бы узнать, как там эта кухня принятия решений работает, потому что, конечно, Павлюц, для него, как для министра, важно просто воля, скажем, принять один вариант, отклониться, другой вариант, ну вот кто разработал этот вариант, вот какие ему разные мнения кладут на стол, из чего он может выбрать, с какой, какие мнения двух, скажем, групп он выслушивает и выискивает там какие-то причинно-следственные связи и принимает свое волевое решение, что вот будет решение, взгляд этой группы правильный, а не этой, вот это все непонятно, то есть гражданская служба, нужно говорить об этом, об их ответственности в том числе, ну вот тоже тут, что в социальных сетях-то звучало повышение зарплат, выровнять с частным сектором, а уровень ответственности за принятие решений, а критерии, да, это как же вопрос, у нас, кстати, есть, есть, есть зарплата, а какая здесь, да, я больше хочу сказать, в частном бизнесе, члены правления теперь отвечают личным имуществом, все, между прочим, да, могут лишиться, так сказать, личного имущества, да, у нас чиновники чего могут лишиться, в лучшем случае, должности или в худшем, последний вопрос, буквально коротенько, я понимаю, что это тоже заслуживает отдельного, наверное, исследования, но все-таки, если так можно прогностически сказать, ну вот закончится, дай бог, рано или поздно эта пандемия, какие-то выводы будут сделаны, если так можно сказать, вот что мы, может быть, будем жить чуточку иначе, вот ты уже говорил о необходимости изменения в гражданской службе, может быть, что-то еще, может быть, какое-то понимание придет, что мы, как это ни странно, все там разные и нужно вот на эту часть общества заниматься, этой части общества, что-то вообще изменится в нашей стране в таком глобальном смысле? определенно укрепляется мнение в том, что только сам, только ближайшее окружение полагаться только на себя, правительство, ну там какие-то, что-то им там с нашего стола нужно отдать какая-то барщина. Вот что интересно тоже хочу сказать, что отдельно я посмотрел по опросам за три года даже мнение людей, которые, у которых есть свой бизнес, они не считают правительство помощником. Это вот как какая-то палка в колесе, с которой нужно считаться, но пользы тебе не принесет, у тебя нет такой возможности, скажем, обратиться к правительству с тем, чтобы разрешить какую-то проблему, создать более благоприятный климат для бизнеса, вот я что-то придумал как бизнесмен, и вот там нормативный акт какой-то мешает, нет, скорее вот уходить в тень, в серую зону, для себя я все вопросы решу, а с правительством лучше не связываться. То есть вот это мнение, по-моему, укрепляется, тоже данное показывает, что с правительством каши не сваришь, нужно концентрироваться на себя, на свою семью, ближайшее окружение, это источник безопасности, помощи, решения проблем, и вот это мнение укрепляется. Да, с этим, наверное, сложно не согласиться. Сергей Круг у нас был на прямой связи, профессор Ильичского университета Страды, небольшое спасибо. Спасибо. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин